Дорогие друзья, сегодня у нас пойдет речь о криминальных цепочках отмыва и отчуждения недвижимости, которые используют в своей практической работе оргпреступные группировки, в первую очередь этнические. Я Вадим Шабалин, практикующий юрист рынка недвижимости. Расскажу, как можно приобрести такое проблемное жилье и потом запросто его лишиться. Итак, что такое крим-цепочка? Обычно она состоит из четырех звеньев. Первый – жертва. Чаще всего это пожилой человек или маргинал, который расстался с недвижимостью не по своей воле, вплоть до поездки влез в багажнике, причем в нескольких сумках, по частям. Возможно, он под влиянием насилия или угроз оформил доверенность на продажу своего жилья. Следующее звено – первая прокладка. Чаще всего сообщник аферистов, на который приобретается такая паленая квартира. Ибо по доверенности напрямую сейчас ни один, даже очень доверчивый покупатель, сделку совершать не станет. Далее следует вторая прокладка – вполне адекватный, вменяемый человек, с чистым паспортом, с чистой анкетой, отсутствием кредитов, отсутствием судимости, проживающий в этом же населенном пункте. Именно он активно рекламирует квартиру и ищет на нее покупателя. Желательно прямого, со свободными деньгами, ни альтернативщика, ни сертификатчика, ни ипотечника. И через некоторое время, естественно, его находит. Ну и, наконец, последнее звено – покупатель. Он же вторая жертва. Или, более коротко и понятно, лох. Гражданин, купивший такую квартиру, ждут многие неприятности, вплоть до привлечения к уголовной ответственности и за соучастие. Такие случаи на практике были. Вы можете задать вопрос – а как же алиби добросовестного приобретателя? Никак. В этом случае оно отсутствует. Итак, давайте рассмотрим признаки крим-цепочки. При наличии хотя бы двух из них от сделки лучше воздержаться. Их всего пять. Первое. Первоначального владельца недвижимости, жертву, найти и установить не удается. Он либо умер, либо пропал без вести в лесу в багажнике по частям, либо уехал жить в другой регион или за границу, пока со слов нынешнего владельца. Второе. Сделка с первой прокладкой была, скорее всего, по доверенности. Кстати, даже в расширенной выписке из ЕГРН о переходе прав это часто не отражается. Третье. Обе прокладки юридически одинокие люди. В браке не состояли и не состоят. Первая прокладка может также иметь ранее судимость или быть вообще несчастненьким, то есть лицом с подложными документами, выданными в проблемных регионах России. Четвертое. Промежуток между предыдущими сделками составлял от двух недель до двух месяцев. То есть переоформление осуществлялось относительно быстро по нынешним временам. Не неделя, конечно, чуть побольше. Пятое. Быстрая реклама. Объект рекламировался в основных базах ЦАН, Авито, Виннер, Навигатор, но с лодотипными фотографиями и быстро снимался с продажи. Извините, квартира под авансом. В Виннере эти сведения может получить подписчик. В остальных базах только по запросу следствия, прокуратуры или суда. Давайте сделаем выводы. При наличии хотя бы двух подобных красных флажков из пяти от сделки лучше отказаться. При наличии одного, конечно, случайность возможна. Необходимо проводить углубленную проверку. Дорогие друзья, обращайтесь, всегда поможем. Благодарим за внимание. Всего доброго.